Карман любви Солнечных бардов Возник В июле 2003 года В городе Желтые Воды Днепропетровской области После ряда фестивалей Фестивали Фестивали бардовской песни Которые появлялись в Желтых Водах Конкретно Ребятами и инициаторами После прочтения книг Магра Владимира Магра И потом постепенно Интернет Другие Цыганское радио И собрались Несколько людей Проехались несколько городов Первый, второй Вокруг Москвы Третий уже в Беларуси Пошло четвертый, пятый, шестой Сейчас двенадцатый караван Уже их наверное можно не нумеровать Потому что есть уже ряд региональных караванов Когда ребята в своем регионе организовывают из города в город Там провинция, областные центры Шествия Ну как, это не шествия Понятно, а центр какой-то у вашего движения существует все-таки? Координационно Вот где мы сейчас находимся Сейчас здесь центр Были мы вот Пару дней назад в Геленджике Мы сидели и решали Что вот с ноября Будет караван идти на русский север Потом с января Караван будет идти в Сибирь Потом с апреля Такой большой караван С апреля по октябрь По Украине Возможно май в Европу Это где-то к Лондону То есть вот где мы находимся Там наверное и центр Ну где сейчас пребываем вместе То есть вы для нас людей Случайных, скажем так Вы какой-то одно из течений Бардовской песни И я знаю, что разные сейчас есть Ответвления, скажем так У нас, мы из Харькова У нас проходил много лет в Эсхаре Так он назывался Эсхар, по-моему Фестиваль большой бардовской песни Но я так понял, что вы с ними Никак не пересекаетесь, да? Пересекаемся Я не пересекался Есть ребята, у которых вы можете еще поспрашивать Был фестиваль на Вятке в Кирове Гренландия Гренландия это фестиваль Как бы, ну Обычный что ли Не то, чтобы мы необычные А На все фестивали не успеть Понятно Ну вы еще какую-то идею несете Я так понял Идею Скорее всего идею Первоистоков Идею Родовой памяти Идею Идею Возврата к истокам что ли Народная Народные какие-то мелодии Потом Ну Чистота помыслов Идея Ну идея в принципе Счастливой жизни Потому что Просто что конечно же Есть сейчас много там Да? Новый век Нью эйдж Еще что-то Песни нового века Какие-то другие моменты Мы ни в коем случае Не хотим себя отмежевывать От скажем так Старого бардовского движения Есть баллада о любви Высоцкого Я слушал по FM радио Прекрасная песня Которую я хотел бы исполнять Скажем так В концертах нашего движения Есть песни Песня Боярского Которую мы исполняем Песни других людей И сейчас Которые мы находим И песни Которые пишутся нами На стихи Либо полностью Стихи Музыка Наших людей Как бы Позиция Чтобы все-таки Песни выводили На новый уровень Где-то Не барахтаться В прошлом Не только Мечтать о будущем А уже В сегодняшний момент В сегодняшний день Приводить Те Моменты жизни Которые Каждому хочется Человеку Мир Счастье Радость Ну При этом с учетом Современной действительности Все-таки Да Да Привнесение моментов Тех Которые понятны Молодежи Я лично Занимался Молодежным движением Я знаю Что молодежь Она неплоха По сути Ее энергия Существующим Обществом Не запущена В конструктивное русло Вот И поэтому Заинтересовать их Я знаю Ребят Наших единомышленников Из Беларуси Рэперов Которые Рэп читают И С помощью этого Как-то они Пробуют достучаться У нас Ребята Ну Как бы Есть Которые учились Этому Большинство Конечно же Не обучались Все-таки Этим вопросам Которые Привносят Эти моменты Более современные В исполнение Я Олег Разумасцев Хмельницкая область Шепетовский район Село Грицев Спасибо Пожалуйста Это как раз и есть Конечно В первую очередь Мы бы хотели Нести Позитивные Можно сказать Такие настроения Людям Чтобы вот Не просто так Пришел на концерт Послушал Прослезился Так вот От души Так чтобы Раскрылась душа Прослезилась И ушла С этим Домой А я хочу Чтобы например Да не только я Мы собрались Все как раз У нас фестиваль Передвижной Позитивного творчества Мы собрались Для того чтобы Человек Отвлек То есть это все-таки Фестиваль называют Да Передвижной фестиваль Позитивного творчества И мы объехали Вот уже много городов Наверное Уже рассказывали Наши ребята были Там и в Киргизии В Казахстане И на Горном Алтае И на Сахалине Сколько месяцев Вы в пути уже? В пути Основной состав У нас в пути Значит С 23 января Получается Начали с Украины Там Молдавия Белоруссия И прочее А вот я например Примкнула Три месяца назад В конце июня Я примкнула Вот Тоже уже Два месяца Не была дома Так потом На денек заскочила И дальше Вот Ну Просто я понимаю Что вот предназначение Мое я вижу Сейчас здесь Потому что Можно конечно Петь и дома Но знаешь Что допустим Когда во-первых Команда такая Что все единомышленники В том что Мы все поем Именно позитивные Такие Несем настроение И песни о родине поем О земле О любви О дружбе Ну то есть Это не цикл Каких-то детских песен Таких Плоского позитива А именно Ну понимаешь Что человек Испытывает Всякие эмоции Всякие чувства Ну и есть Более там Такие Песни Может быть Более такие Лирические С грустинкой Где-то Но она даже Если грусть То светлая Там такая Вот И просто народ Очень к сожалению Зашорен Я сама так же жила Постоянно В какой-то В суете бытовой Ходила на работу Дочка у меня Так как-то Все началось С песен Со стихов Да Все началось С того Что к нам Приехал Когда-то Такой же Караван Бардов Солнечный Бардов Караван любви Я сама Из Челябинска Зовут меня Евгения К нам Когда-то Приехали Ребята И такой Мощная Волна Такая Подъема Такого Какого-то Жизненной Такой Энергии Сильной И Я тогда Уже поняла Что мне Это интересно Мне нравится И у нас Был целый Цикл Концертов Мы организовали Я тогда Тоже в числе Организаторов Была Два года Назад По Челябинску Мы неделю Ездили Караван Мы объехали Несколько Колоний Женская колония Юношеская Мужская колония У нас много Там в районе Вот Съездили В пионерские лагеры В детский дом И Были В доме инвалидов В городской Большой был концерт То есть Вот на неделю Была программа У нас И я поняла Что я вот В этом живу Это вот мое Ну и то я не сразу Потом Снова уехали ребята И у меня жизнь Как-то так потекла Потекла спокойно А потом Начали к нам Приезжать Барды Просто так По одному По двое По трое Так вот Ну с какими-то Сольниками И я чувствую Что мне тоже хочется Я раньше Когда-то В юности Я играла Пела Любила А потом Как-то в бытове В бытовухе Вот в этой В суете Все это Забросила И как-то Вроде бы И не до этого Хотя гитара Лежит Думаю А потом Как-то я В последнее время Поняла Что наверное Надо Все же Мне попробовать Начала сначала Стихи писать Стихи пишешь То что ты не можешь Сказать в прозе Допустим Какой-то призыв Или какой-то Вот хочется Людям что-то такое Сказать Но чтобы это было Ненавязчиво Чтобы это было Ну как-то так легко Вот И думаешь Ну наверное В стихах лучше всего Прислушаются хорошо Если Хорошие стихи получаются Они трогают за живое Значит дойдет до человека Если это Стихи ради Ну как бы Рифмы Составляешь Ну чтобы так было складно То оно как правило Получается Не в яблочко А если Допустим Может и слезу Прошибет иногда И Ну как-то трогает Вот как-то За сердце Ну вот это вот А выступление Везде бесплатно? Да Караван у нас Основывается на том Что Мы договариваемся Ну созваниваемся По маршруту С организаторами И Документы соответствующие У нас тоже есть с собой Что это Передвижной фестиваль Позитивного творчества Это Получается Муниципальное Такое Событие Где Можно обратиться К местным органам Власти Может быть Отделу культуры Отделу по соцзащите И Я тоже так же В своем городе делала И тогда уже Выделяется Зал Как правило Это тоже Какое-то Оплачивается Местным Как администрации Местной Аппаратура Зал Реклама То есть Все это помогает А как Как вы существуете? Да Вход Вход бесплатный У нас существует коробка для бардов Бардов дорогу И каждый человек Мы в конце концерта объявляем Что каждый человек По мере своей возможности По желанию По тому как Насколько понравились мы им Может положить Хоть две копейки Или там Три тысячи У нас было что? У нас по тысяче клали в коробку То есть По-разному И Насколько Кто хочет И Кто как может Вот И это мы считаем честным Когда ты идешь с билетом Ты не знаешь кто там поет К примеру Да вот так вот Еще думаешь Пойти не пойти А тут вроде бы Как бы Никто и не заставляет И ничего не просит Расскажи о небе Что горит звездой Расскажи о мое Что жалит волной Расскажи о таре Что живет в цветке Расскажи о мое Что поет в тебе Это так просто Это так просто Ну что всего лишь Хотелось Нежная Чистая Светлая Мечта Бережать Чувствование Обниму Тебя Чувствование Что спешит в семье Моя самая лучшая Какой в тишине Прикоснёшься к тайне У истока огня И услышишь, что спешит Какая в себя Это всерьёзно В жизни всерьёз Нужно всерьёз Нежная, чистая Сверхлая мечта И мечта Чувствами Обниму тебя Иди, дядя Я не помню Ты, мой Ты солнышко Я верю Ты, мой Ты, мой Ты, мой Ты, мой Ты, солнечко Аплодисменты Нежная, чистая, смелая мечта Бережда чувствами, помним у тебя Бережда чувствами, помним у тебя Ты лети, мне поверьте, дай Солнечной вести, ты во мне сияй Во мне сияй Во мне сияй Во мне сияй Аплодисменты Вы зачиняете? Записываю свою песню моему другу Вот он к нам недавно присоединился Не сначала с нами ехал Понравилась ему песня Которая Сочинилась вот в этом последнем караване Которая наполнена Энергетикой разных мест Впечатлений, встреч Вот И вот он попросил меня записать Как вы сочиняете вообще? То есть это какое-то определенное время всегда Или совершенно спонтанное? Вот как существует такое течение в культуре Главным образом где-то на западе далеко Спонтанное искусство, да? Так называемое Вот вы знаете, я спонтанно танцую Вот это да А сочинять песни по-разному По-разному Я, например, когда пытаюсь сочинять стихи Это всегда вымученный какой-то мучительный Тяжелый процесс Это для вас? Нет, это легко Это песня Это легко Это волшебно Тогда ты Когда ты сочиняешь Когда ты творишь Ты ощущаешь, что ты живешь по-настоящему Что вот это вот Настоящая жизнь Но обязательно искусство должно быть востребовано кем-то? Или это все-таки больше для себя? Тоже по-разному Тоже по-разному, наверное Вообще вот я Когда мы были в Иркутске Нас разместили в поповском доме Старый-старый дом Там раньше жил поп Или священник Ну вообще сказать, что это поповский дом Вот Мы там на полу спали И я там заметила на стенке Такую тоже бумажку Потрепанную Ну кто-то вот ее повесил Там были такие строчки Когда поешь Ощущаешь, что тебя никто не слышит Когда танцуешь Представляешь, что тебя никто не видит То есть вы знаете И меня вот это так Глубоко вот тронуло Прикоснулось к душе Я считаю, что вот когда действительно вот так вот Когда ты как бы не стремишься привлечь к себе какое-то внимание Когда ты просто как бы пропускаешь через себя какую-либо энергию Ну конечно же гармоничную Тогда это по-настоящему Ты как проводник что ли Мне кажется, все гениальные вот талантливые люди Они таковыми являются проводниками Но чтобы быть настоящим проводником Нужна огромная работа Ежедневная работа над собой А вы знаете, что вы обладаете гипнотическим свойством? Или это неосознанно? Именно я? Нет, я этого не знала Хотя были некоторые люди, которые мне об этом говорили А все-таки каков статус вашего движения? Как оно называется, мы уже поняли Приблизительно начинаем Может быть как-то очень поверхностно понимать вообще что к чему Но какой-то формальный статус существует? Вот эта бардовская песня с какой-то окраской идеологией Как нужна вам? Ну вы знаете, вот мне кажется, что наше вот явление Вот это вот, да, караван любви солнечных бардов вообще, конечно, называть Но я бы расширила образ Потому что вот, например, я и танцую Я как бы стараюсь На сцене? Да, конечно, да И вот у меня спонтанный танец, импровизация Я до концерта не знаю, что буду танцевать У меня много костюмов, я их с собой вожу И все глажу И потом показывается, что ничего не нужно было использовать Вот так вот ношу Вот И поэтому статус Наверное, все-таки позитивное вот такое творчество Позитивный караван Если так можно простыми словами выразиться Жизнеутверждающее творчество То есть противовес какому-то скептическому такому, да? Может быть, да Потому что мы совершенно нетрадиционные вот Ребята, которые в караване Мы нетрадиционно Бардовскую песню Может быть, просто Слово «бард» И вообще это понятие Оно немножко сейчас в современном мире Уже нужно его обновлять, что ли И вот мы внесли какую-то свою струю Свою энергетику С позиции молодежи Может быть, поэтому Хотя мне нравится Если действительно песня настоящая Она проникает Олеся Олесяевич Белорусочка Пожалуйста Песня 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 Что Отправным базисом Может быть, повлияет на культуру То есть, интересно то, что Я вот вообще рассматривал Позиции И где есть культура Там есть развитие чего-либо Развитие какой-то страны Или там вообще Какого-то сообщества Культура падает И начинает разрушаться Все Уровень жизни в итоге тоже Ну да Потому что Как-то Все это взаимосвязано И имеет Тесное основание Как раз Те Плотное Какое-то основание Возле культуры Где культура Там Начинается что-то Как бы Строится Как только культура падает Так и Начинает Падать Все Вот А вот И вот Ну и отсюда Вытекающее Ну как бы Хотелось бы Чтобы Что-то осталось Ну для потомков Такого Чтобы Ну как бы Прикасаясь к чему Люди бы Как бы Получали дополнительные Ну как бы Ну как Ну как Ну как Что-то 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 С чего Можно было бы Дальше Выстраивать Свои жизненные Позиции Спасибо Очень интересно А вы не могли бы представиться Меня зовут Сергей Я из города Чебоксары Фамилия Николаев Спасибо Очень приятно На вашей земле На нашей земле Хочу сначала Написать на своего друга Який Вашим земляком Родом З Красноберегольска У колледжу коллекции Аплодисменты 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 За камнями В Украине Знаешь, что за инструмент Скажите Ну не знаю А то в России Нам приходилось Мы уже давно Распоминали, что это же инструмент Очень тяжелый Очень большой Угадайте Угадайте Как называется Семь букв Мы Випускники Ковтарской школы 99-го Школа Это находится в Киевской области Она единая Не только в Украине И в мире И Спеваем Вот такие песни Трошки переверемо Как звучать Ни разом Звук профессора Послушайте Что-то недавно Нормально? Ну, по-другому Собачально Першая песня Называется Весна И присвячена Объединению Нашей земли Чтобы ей было добре Чтобы ей было Красно И весело А мы уже Узробим Что в наших силах Что нам остается Работать Весна Весна Женые написанные песни Витая пьяные головы Весной Идешне Вхожиг В них Иди Мик Грих Шудов Небли Вновь Вневчу Да Крыл Небли Что таким Всей Омкость Взвук Иди Мик Весна 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше вас приветствует... 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 Продолжение следует...